И так, похоже, конфликт на Украине будет главным вопросом сегодняшней речи Джо Байдена. Но о чем он, скорее всего, не упомянет, это что вскоре после начала конфликта, который уничтожает народ Украины, о чем он вроде как переживает, и Россия, и Украина показывали, что готовы к переговорам по прекращению огня и были близки к этому. Но, по-видимому, администрация Байдена это остановила. Откуда мы это знаем? От бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, сказавшего, что администрация Байдена заблокировала их, чтобы, цитата, продолжать бить Путина. История очень любопытная и источник надежный. Тулси Габбард, бывшая кандидат в президенты, и мы можем спросить ее об этом всем. Тулси Габбард, спасибо, что пришли. Спасибо, Такер. Понятия не имею, зачем премьер-министр Израиля рассказал об этом публично, но я весьма благодарен ему за это. Как Байден? Как Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, как все эти подпевалы могут не признавать этот факт? Это очень серьезно. Мы могли все это предотвратить. Наши лидеры, власть имущие, могли это предотвратить и не стали, и весьма показательно то, что об этом широко не говорится. И это показало, что им особо не важны ни украинцы, ни американцы, ни демократия, ни свобода, все эти вещи, о которых они не устают говорить. Это показало, что все, чего они хотят, это свержение путинского режима. И они смотрят на этот конфликт как на возможность достижения этой цели и мерзко осознавать, что это правда. Дело в том, Такер, что и вы, и я оба знаем, что в войнах по смене режима никто не может предсказать, чем они закончатся, что будет потом, кто возьмет верх. И в случае с Россией мы знаем, так как это очевидно, что в случае с Россией это будет не какая-то прозападная или продемократическая сила, которая придет к власти. Это будет кто-то еще более агрессивный, гораздо более опасный, являющийся еще большей угрозой Соединенным Штатам. Это единственный способ окончания этого конфликта через переговоры, так что, к сожалению, если что-то радикально не поменяется, то и мы, американцы, и украинцы, и люди по всему миру, увидят продолжение эскалации, толкая нас к прямому конфликту между США, НАТО и Россией. И мы уже говорили, к чему это может привести более разрушительное оружие, больше втянутых стран и повышение риска возможной ядерной войны. Это все настолько безрассудно, и также это так странно, что вся эта война за демократию никогда не включала в себя референдум. Людям не позволено проголосовать, большинство ведь против, но они так за демократию, что голосовать нельзя. Но поскольку все будет происходить независимо от того, что вы и я говорим, я все пытаюсь понять, каким образом это может быть выгодно США. Видите ли вы хоть какие-то выгоды? Ну, мы знаем, кому это выгодно. Администрация Байдена и эти провоенные республиканцы и демократы в Конгрессе, они послали на Украину более 100 миллиардов долларов наших налогоплательщиков на финансирование и эскалацию этой прокси войны против России. Военно-промышленный комплекс. Компании, зарабатывающие на этом. И есть немало других, как мы видели ранее, в других войнах по смене режима, облизывающихся, предвкушая деньги, которые они заработают на восстановление разрушенных войной стран. А в убытке люди на Украине, люди здесь, в Соединенных Штатах. И если это будет продолжаться, то будет страдать все больше людей, будет больше разрушений как в Европе, так и по всему миру. Да. И если бы американцы это поддерживали, то, я думаю, у Пентагона не было бы проблем с набором в армиях. Как мне это видится? Уж точно. Толси Габвард, рад был вас видеть. Спасибо. Спасибо. Итак, мы уже точно знаем, ну или предполагаем, что в речи, которую мы услышим от Джо Байдена, будет хвастовство успехами Украины и продвижение расширения конфликта против России. Даг МакГрегор, бывший старший советник министра обороны, отставной полковник, командовал в последнем танковом бою, в котором участвовало США. И он уже год говорит, что не похоже, что Украина победит, и за это его называли путинской марионеткой, да и другими эпитетами. Он здесь для действительной оценки того, что происходит. Даг МакГрегор, спасибо огромное, что пришли. И, кстати, надо признать, что реальность подтвердила ваши слова после того, как целый год вас называли чуть ли не предателем. То, что вы раньше говорили, это то, что сейчас говорят Госдеп и Пентагон. Что, как вы считаете, скажет Байден, и каковы будут последствия этого? Ну, он объявит о победе, хоть ее и нет. Он будет настаивать, что дальше будет не так, как было. Что все будет прекрасно, хотя, по сути, мы видим обратное. Американцам нужно кое-что понять. Мы 40 лет бились в холодной войне. У нас получилось выйти из нее без ядерного конфликта с Россией, без глобальной войны с Россией. К тому же мы остались сверхдержавой с превосходством в каждой отрасли. И за 12 месяцев у Джозефа Байдена получилось это уничтожить. Он не только сделал Россию сильнее, так как России все это невероятно выгодно. Она неизолирована, ее экономика крепка и производительна, и хорошо развивается. Ее военные силы больше, чем когда-либо. А у нас все печально, по многим причинам. У нас слишком дорогое оружие, которое мы не можем содержать. Мы не можем набрать квалифицированные кадры, и вместо того, чтобы поднимать качество, мы делаем то, что вам уже знакомо. Мы снижаем планку, чтобы набрать людей, которые не квалифицированы. Это катастрофа, и мы тратим триллион долларов в год именно на оборону, и вот что получаем в итоге. Я не уверен даже, что можно сделать еще хуже, чем сделал Байден за последние 12 месяцев. И как и с распуском полиции, и ковидом, и войной в Ираке, никто из тех, кто ответственен за это, не признает своих ошибок и не извинится. Похоже, это ключевая проблема. Никто не признает, что был неправ. И более того, Такер, давайте признаем, что, как говорит Насим Талеб, никто из этих людей не понесет убытки. Вот главная проблема. Их это не касается. Какая им разница, что население Украины сократилось до 22 миллионов с 37,4? Что Украина — это умирающая нация, что ее войска уничтожены, и никакое количество танков или нового вооружения не изменит исход. Пора это остановить. Вот что сделали бы гуманисты. Да уж, это как когда все христиане в Ираке были убиты или брошены, и никто об этом не говорил, так как, ну, типа, это не мы сделали. Нет, вы. Дак МакГрегор, спасибо, что пришли со своими взглядами, подтвержденными реальностью. Спасибо. Спасибо, Такер. Субтитры создавал DimaTorzok